Здравствуйте, это прямой эфирный ТВ, программа самомнений. Сегодня мы вам расскажем и покажем. Трущобная война. Кто победит, а кто останется у разбитого жилья? И почему в Екатеринбурге все еще появляются незаконные дома? Патриот Евгений Фатеев объясняет, почему нашим соотечественникам бывает западло называться русскими. Вот такая вот зараза. Главный областной венеролог расскажет, какие болезни привозят на Урал мигранты и как из-за этого может начаться эпидемия. Мы, как водится, предлагаем вам оставлять комментарии на сайте, звонить в студию. Еще мы для ленивых задаем вопрос на сайте. Можете поучаствовать всего одним кликом. Спрашиваем сегодня, что делать с жильцами незаконных домов? Варианты ответов – переселять в общежитие или квартиры, всячески помогать. Второй вариант – выгонять на улицу. Третий вариант – оставить жить в их домах. Пока, скажу честно, побеждает самый безжалостный вариант. Вы можете изменить картину голосования. Заходите на наш сайт, голосуйте. Если лень отрываться от телевизора, просто возьмите смартфон. Там тоже это можно сделать. Вообще, почему такой вопрос и почему такой разговор? Мы уже не раз в этой студии, в том числе, обсуждали проблему строительства многоквартирных домов на землях ИЖС. Ну, то есть, землях, которые предназначены для строительства индивидуальных домов. Соседям от этого плохо. Муниципалитет говорит, что коммуникации не рассчитаны. Вообще нарастает в городе диспропорции, сплошное неудобство, анархия и будущие трущобы. Этого допускать нельзя. Ну и вот на днях начали опять, ну или точнее, продолжили сносить такие незаконные постройки. Давайте посмотрим про это сюжет, а потом обсудим. Эту квартиру Светлана Владимировна купила полгода назад. Привлекла цена за однокомнатную всего 750 тысяч рублей. Приобрести жилье за большую сумму ей, пенсионерке-инвалиду второй группы, говорит, просто невозможно. Уверяет, что проблем ни с водоснабжением, ни с водоотведением не было никогда. О том, что дом подлежит сносу, даже и не слышала. Но за свои 25 квадратов готова броситься под любой бульдозер. Я лично готова дать человеку в лоб, потому что это частная территория, частная собственность. Каждый частный собственник защищает свое. Вон попробуйте, возьмите у него что-нибудь, ягодку с дерева. Он вам руку оторвет. Вот этот, который напротив живет, и тот, который через дом живет, частный собственник. Почему себе находит право администрация и вообще даже поднимать эти вопросы? Дело в том, что этот многоквартирный дом на улице Орловска возвели там, где по закону могут стоять лишь индивидуальные постройки. В администрации поясняют, что никто не может исключить возможного обрушения этих объектов, поскольку качество материалов, которые применялись при строительстве, весьма сомнительно. Кроме этого, у большинства домов нет централизованных систем канализации и водоснабжения. По последним данным, в городе больше 70 незаконных домов на землях ИЖС. Борьбу с ними городские власти ведут уже третий год. И только теперь застройщики стали сами исправлять свои ошибки. Первые сносы администрации проводились в принудительном порядке. В текущем году мы наблюдаем уже третий снос самовольной постройки силами застройщика. Но стоит отметить все-таки, что это не доброе намерение застройщика, это исполнение вступившего в силу судебного решения. Этот трехэтажный дом сдать в эксплуатацию не успели. Однако из 27 продать успели 23 квартиры, каждая по миллиону рублей. Теперь застройщик сам разбирает собственное здание, а кроме этого обязан найти новое жилье для пострадавших. Дома, которые под снос попали, по согласованию с мэрией, есть мировое соглашение. Люди будут переселяться в большие дома, 9-16 этажки. Никто не останется без квартир. Это те, которые попали под снос. А те, которые 75-й, там сноса нету. Там просто запрет эксплуатации. Сейчас проведем канализацию, городскую воду, и все запрещенится, и все будет хорошо. Только когда это хорошо наступит, не знает никто. По данным судебных приставов, жители двух домов по адресам Орловской, 75 и Достоевского, 111, должны покинуть свое жилище до конца ноября. То есть 66 человек, среди которых Светлана Владимировна, останутся на улице. Еще раз призываю голосовать, писать комментарии. Первые комментарии уже есть. Самый первый, он слезливый, про то, что нужно оставить людей в покое. Но вот про это тоже сейчас поговорим. У нас в гостях Дмитрий Юрин, начальник отдела архитектурно-строительного контроля администрации Екатеринбурга, прямиком из сюжета. Еще Наталья Черненко и Ольга Ларионова, жительницы Екатеринбурга и соседки людей, которые строят большие дома, там, где должны стоять маленькие. Дмитрий, я вас хочу спросить. Вам не кажется, что к этой ситуации привела администрация Екатеринбурга? Горожан и город, ну потому что, когда строились, например, такие районы, как Европейский, в общем, допустили, что не совсем легальные дома можно легализовать. И потом оказалось, что, ну вот, значит, построил, можешь узаконить. На самом деле, я не соглашусь с вашей точкой зрения. У нас администрация города всегда боролась с незаконным строительством, будь то это объекта жилого либо нежилого назначения. Да, действительно, имеются прецеденты так называемого узаконения незаконных построек, но, опять же, как правило, к этому понуждают городские власти, либо власти субъекта федерации, либо прокуратура. Сколько требуется в суде, чтобы снести дом? Ну, то есть, строят, настроили порядка 70, а сносятся, ну, раз в квартал, может быть, один-два дома. На сегодняшний день у нас снесено 8 объектов из 71, и 2 объекта находятся в стадии сноса. Неконфликтная есть какая-то процедура? Потому что тот же Воробьев, вот с которым сейчас говорили по телефону, встречался с ситименеджером Якобом. Вроде договорились, что он получит землю под многоэтажный такой законный полноценный дом. Переселит туда своих клиентов или там людей, которые у него купили жильё, а это всё разберёт, ну и там продаст, не продаст, коттеджи построит. Ну, на самом деле, администрация не вправе предоставлять земельные участки для строительства, тем более на безвозмездной основе. Необходимо понимать, что администрация города, естественно, не возражает и, наоборот, настаивает на том, чтобы данные застройщики, которые ранее вели незаконную деятельность, свою деятельность также легализовали, строили законные объекты и переселяли как раз в них граждан, которые проживают в настоящее время в самовольных постройках. Сколько всего построек? 70 или их больше, а Вы только зафиксировали 70? 71 факт незаконного строительства, при этом у нас среди этих 70 объектов, у нас есть объекты, которые мы выявили и на стадии фундамента, и строительство данных объектов также на стадии фундамента было приостановлено. А в людях? Потому что те, кто строит эти дома, говорят, что 10 тысяч детей могут остаться зимой на улице. Ну, цифра на самом деле преувеличена, но в то же время цифра действительно достаточно серьезная. По нашей информации у нас находится в эксплуатации 43 объекта, в которых располагается 935 квартир. По нашим оценкам это примерно 2500 граждан. Наталья, Ольга, чем Вам не нравятся Ваши соседи? Ну, приехали люди, построили дом побольше. Ну, у нас вообще так принято. Вот есть у тебя участок земли, и ты свой коттедж строишь на 3-4 этажа, еще там в пол, с соседям тени. Ну, коттеджи у нас все безвкусные, огромные. Ну, тут чуть более безвкусные, чуть более крупные. Почему Вам не нравится соседство с многоквартирным домом? Ну, дело в том, что у нас на Ломносово, допустим, коммуникации отсутствуют как таковые, в принципе. Ни канализации, ни водопровода централизованного нет. Представьте себе, заезжают 30 семей, которые пользуются выгребной ямой, а на всех соседних участках колодцы, скважины с питьевой водой. У нас на глубине примерно 5 метров пролегает подземная река. Выгребная яма у них не герметична. Не септик. Все это разносится по всему. То есть были случаи затопления, когда просто через верх все выливалось на соседние участки, на мой конкретный участок, все это выливалось. Это все зафиксировано, предоставлено было в суде в качестве доказательств, и видео, и акты были составлены. Перепады с напряжением, особенно зимой, они отапливаются, многие дома такие электричеством. Когда у людей электрические котлы, и вдруг среди зимы на несколько часов ошибает свет, и это регулярно, по несколько раз в неделю тоже удовольствие сомнительное. Мест под парковку нет. Газопровод. Это 20-25 машин. Они занимают все близлежащую территорию. Дороги, те, которые были маломальские, были разбиты во время строительства. Все это грязью было затоптано. Нет никаких разрешительных документов на раскопки. На той же Орловской проходит газопровод. Серьезный такой газопровод. Мы помним, повреждение газопровода в Москве – это столб пламени на десятки километров, которые видно. Да. Там экскаватор. Тут встал, тут поехал, тут толкнул. Были случаи, когда и соседние заборы ушли. У меня два раза обваливали забор за время строительства. Вот вы тут частник, про которого в сюжете говорили. Ну, чувство понятно. Ничего хорошего для соседей, конечно, это не приносит такое соседство, когда ты жил спокойно. То есть, люди же есть, те, кто продали квартиры и купили себе частный дом, живут совершенно спокойно в этом частном доме. На соседнем участке точно такой же частник. Ну, пусть там большая семья, пусть там 5-7 человек в семье. Но я не видела ни одного частного дома, где живет там 30-40 человек. Пусть это даже большой коттедж. И там, чтобы там было 20 машин. Ну, то есть, нет такого. Да, и если в огромном пусть даже коттедже, ну, живет их 5 человек. То есть, у них там есть септик какой-то, да, или что-то предусмотрено. Нигде нет такого варварства, как вот в этих многоквартирных домах. А для вас неудобство тоже вот такого инженерного, бытового свойства или потому, что нарушена социальная среда? Знаете, в Америке там ты на улице не поселишься, если соседи не захотят. Ну, там, понятно, не во всех случаях. Ну, да. Ситуация одной без другого не бывает. Так. Вот когда участок выделен под ЭЖС, под строительство одноквартирного дома для проживания одной семьи, а туда заезжает 30-20-30 семей, это однозначно. И сети все работают с перегрузом. То есть, и сама ситуация вот у нас, ну, меняется, и криминальная обстановка тоже меняется. То есть, когда мы обращаемся к своему участковому, у него это нервный тик. Он боится этих домов многоквартирных. Хорошо. Если вам скажут сети, мы вам проложим. У вас не будет проблем с газом, с водой, со всем остальным. Вы останетесь довольны? Скажите, ну, ладно, пусть живут. Ну, дело в том, что участки по ЭЖС у нас в городе, они небольшие по площади. И получается так, что все такие дома, они больше допустимого размещения процента застройки. И там уже нарушаются и противопожарные нормы, и нормы элементарного бытового обслуживания. То есть, когда у тебя от забора до стены соседнего здания получается метр, и весь снег с крыши сходит. Но твой участок, ты этим участком уже пользоваться боишься. Потому что, если упадет глыба тебе на голову, тебе уже ни участка, ни сетей, ничего не нужно будет. Хорошо. Но все равно немножко смахивает аргументация на завуалированную такую нелюбовь к бедным. Ну, потому что вот приехали 30 человек, которые живут в своих клетушках, а им податься некуда. Они же, ну, вот неспроста за 750, за миллион там покупают, за полтора миллиона квартир, потому что в Екатеринбурге таких цен нет. Хотят жить, трудиться, какие-нибудь там молодые семьи. Куда им деваться? Скажем так, бедность тут ни при чем. Если цена этой клетушки 750 тысяч, значит, это чего-то там не хватает. А это сети. То есть, если вот сейчас посчитать, сколько нужно вложить денег, чтобы построить сети к этим домам, я думаю, что они откажутся от своих клетушек. Но у вас соседи-то бедные? По автомобилям, если судить. Далеко не бедные. То есть, ну, это, когда заходит разговор о том, что их будут выселять, естественно, у них единственный аргумент, что это у меня единственное жилье, последние деньги вложил в покупку жилья, все. Но судя по тому, что какие машины там стоят вокруг этих домов, и причем не по одной на квартиру, я бы не сказала, что это такой бедный коттенген, который заехал в эти дома. Так, хорошо. Но у меня единственный вопрос. Вот когда человек понимает, что он для себя строит, он никогда не строит тяп-ляп. То есть, если нужна канализация, я всегда сделаю для себя канализацию, но не буду загаживать вокруг участки. Но вы говорите, что еще некачественно, небезопасно построены дома. Хорошо, смотрите, вы из разных районов города, вы собрались в такую инициативную группу и протестуете против уже построенных объектов у вас по соседству. А когда строилось, вы ничего не предпринимали? На стадии строительства, когда только закладывался фундамент. В 2012 году мы писали письма везде, где только могли. Мы обращались в прокуратуру, в администрацию с запросами. Администрация нам отвечала, что никаких разрешительных документов не давали, что никакого там строительства многоквартирного не должно быть. Прокуратура говорила, что это не наша компетенция, мы не можем ничем вам помочь. Мы обращались в электросети, нам говорили, что там индивидуальный дом строится. Вот у нас, пожалуйста, есть разрешение на подключение индивидуального дома. Я вас прерву, у нас звонок. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Спрашивайте. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Вечер добрый. Это Дмитрий, да? Нет, это Владислав, но Дмитрий Юрин здесь сидит. Задавайте вопрос. Хорошо. Меня зовут Вера Николаевна Маштакова, и я бы хотела задать вопросик. Что такого самого страшного, что люди живут в таких домах? Как вы думаете? Спасибо большое, Вера Николаевна. Дмитрий, вам персональный вопрос. Что такого страшного? На самом деле надо понимать, что, еще раз, это незаконный вид деятельности. И здесь нельзя говорить, что это страшно, не страшно. Данное строительство, оно незаконно. Естественно, администрация города предпринимает, как я уже сказал, все миры в рамках своей компетенции, в рамках своих полномочий для пресечения данного незаконного вида деятельности. Вот недавно вы задали вопрос, что наш собеседник против бедных. Но, наверное, опять же, на мой взгляд, неправильно поставленный вопрос. Мы же не говорим, допустим, о том, что если у человека нет денег, он должен пойти и воровать, я не знаю, для того, чтобы обеспечить свое проживание и пропитание себе, допустим. Мы понимаем, что это незаконно. Вера Николаевна, если вы еще на линии, вы можете возразить на аргумент воровать. Хорошо, хорошо, спасибо. Я думаю, можно это приводить. Давайте позволим Вере Николаевне парировать, раз у нас есть такая возможность. Так, Дмитрий, я вас поняла, ваш вопрос. Но, с другой стороны, это получает вот это жилье, оно уже тоже как ступенечка такая, потому что сразу в кредиты завязать, это всем людям очень тяжело. Вот я сколько знаю, что это очень тяжелое время вот эти кредиты брать. Хотя, хотя даже спрашивают, вот какие квартиры, можно ли такую квартиру, такую цену за 850-950, можно ли в кредит взять? Понимаете, у людей даже на такую сумму и то, нужно деньги брать в кредит. Вера Николаевна, позиция понятна. Вы просто скажите, вы приобретатель такого жилья или вы продавец? Да, я приобретатель, я живу в таком жилье, я не вижу вот именно здесь ничего такого криминального, как вы рисуете. Хорошо, спасибо большое. Вера Николаевна, позиция понятна. Очень коротко тогда. Да, сейчас время такое идет, что ничего нельзя скрыть, поэтому все просто вылезет, все, что шито белыми нитками, оно все вылезет наружу. Вот извините, но это так. Хорошо, ценные замечания. Спасибо большое, Вера Николаевна. Простите, поскольку у нас зрители, интерактив, они имеют первоочередное право на высказывание, поэтому я всех перебиваю, когда звонит зритель. В общем, позиции понятно, что может это нарушение закона, но это социально важно, многим людям это необходимо, хотят жить в своем, хотят потом продать, купить чего-то больше. Нельзя ли пойти на попятные, тем более, что суд вас не всегда поддерживает? Это вот к вопросу проворовать. На самом деле на попятные идти мы не собираемся, администрация города будет добиваться сноса всех незаконно построенных домов. У нас, я напомню, на сегодняшний день 71. 71 такой случай, 8 объектов, как я уже говорил, снесено. Еще раз, мы будем добиваться сноса всех домов. Сейчас, отталкиваясь от того, что сказала Наталья, еще на стадии строительства, когда фундамента не было или фундамент только появился, сообщали во всей инстанции, что не может, например, городская администрация, раз вы главный противник строительства этих домов, взять на себя функцию и еще на этапе строительства превентивно заканчивать вот с такими домами или выработать какую-то стандартную процедуру и будете понимать, что вот в суде вас поддержат, если вы соберете такие-то документы и такую-то поддержку обретете? Действительно, опять же, эта претензия очень распространена. Очень часто администрация обвиняется в том, что она не предпринимала действий по пресечению незаконного строительства на ранних стадиях. Могу лишь сказать одно. Во-первых, администрация города не наделена полномочиями по привлечению, допустим, к административной ответственности застройщиков за данные правонарушения. Те органы государственной власти, которые данными полномочиями наделены, опять же, в силу того, что действующие размеры штрафных санкций, они очень низкие, они не могут серьезно повлиять на процессы строительства. Можно заявлять, что это мошенничество? Вот спрашивают на сайте, у меня был такой же вопрос. Если вы говорите, что это незаконно, можно ли доказывать в суде, что застройщик знает и заведомо обманывает людей, предоставляет им недостоверную информацию? Инкриминировать данным застройщикам мошенничество все-таки могут органы правоохранительной власти. Я представитель органа местного самоправления. Вопрос несколько, так скажем, не по адресу. Хорошо. Ну, содействовать. Вообще, муниципальная власть у нас не власть, как известно, а сообщество горожан. Это общественная организация. Вот почему бы не взять такую неофициальную функцию, раз муниципалитет, даже не госорган. Стоит ли тут заморачиваться насчет полномочий? Ну, все-таки, каждый из нас работает в рамках тех полномочий, которые предоставлены тому или органам власти законодательством. И мы в рамках своих полномочий ведем борьбу, в первую очередь, методом сноса самовольных построек. К сожалению, этот метод достаточно действительно такой серьезный, жесткий, но он является единственной действенной мерой на данный момент по пресечению незаконного строительства на квартирных жилых домах, на землях ИЖС. При этом, пока у нас не было ни одного на территории города сноса, многоквартирников у нас данный вид деятельности процветал. Объекты появлялись буквально на территории города каждую неделю. Как только мы снесли первые два объекта, практически все застройщики без исключения свою деятельность приостановили. Наталья, вы пришли не с пустыми руками, вы посидели сегодня в интернете. Расскажите о своих поисках. Буквально перед тем, как поехать сюда в студию, я просто зашла на сайт Е1, недвижимость. Стачек 60. Участок принадлежит господину Воробьеву. По чему квартира-то? Миллион двести пятьдесят. Причем продается второй этаж в пятиэтажном доме. Там стоит трехэтажный дом. Откуда взялся пятый, непонятно. Ломоноса 80 принадлежит господину Воробьеву. Третий этаж в пятиэтажном доме. Плюс добавляется еще стачек 62А. Это тоже пятиэтажный какой-то дом. Видимо, там может быть еще они сюда хотят на участок поставить. Ломоносова 98. Тут уже вообще цена 3 миллиона двести рублей. Речь уже идет о 17-этажном доме. Ломоносова 98. Участок принадлежит также господину Воробьеву. Там стоит трехэтажный дом. И вот господин Воробьев в сюжете, который вы показывали. В телефонном разговоре он отвечает, что я сейчас построю людям дома и все при этом. Хорошо. Ваш рецепт. Были бы вы губернатор, прокурор, кто угодно. Вы бы что сделали, чтобы не появлялись такие объекты. Потому что, ну вот, объявление о продаже есть. С Воробьевым договаривались, но не договорились. Все равно продолжает свое. Тот же Воробьев. Один из. В Перми очень понравилось, как поступил мэр, когда появился первый такой дом. Они снесли этот дом и сказали, а теперь в суде доказывайте, что мы были неправы. Сносить превентивно. У вас есть рецепт или вот какая-то соседская злость? Вы бы что сделали? На танке? Да нет. Ситуация тут. Люди сами делают выбор. Наши рецепты, они, скажем так, мало что дадут. Тут уже нужны, скорее всего, законодательные какие-то инициативы. Или отмене дачной амнистии, чтобы уже все сдавали дома по положенной схеме. То есть ты должен акт ввода в эксплуатацию, чтобы видно было, что ты строишь. У нас это все началось только с того, что для ИЖСников отменили практически все нормативные документы. Ну не нормативные документы, а проект им не нужен. Им нужен только разрешение. И под видом ИЖС строится все, что угодно. Единственное сейчас, конечно, плюс, что перестали их регистрировать. Вот их регистрировать перестали. И в принципе, люди, которые понимают, что документы они не получат, их, может быть, это и останавливает. Но это не все такие. Такие, да. То есть многие за счет того, что дешевая цена, они готовы жить и без документов. Спасибо большое. Дмитрий, последний вопрос. Можно, вот как в Перми, как говорят наши уважаемые собеседницы, сносить превентивно, а потом судите, сделайте, чего хотите? Или наш муниципалитет почему-то не может на это пойти? На самом деле, все-таки снос сануальных построек должен осуществляться по судебному решению, при наличии судебного решения. Мы слишком законопослушные, поэтому большое количество людей оказывается в сложной ситуации. Ну, там, отчасти по своей вине. Спасибо большое. Еще вот вы тут пишете про то, что переезжаете в деревню и живите там в своих домах. Я не то, что против ИЖС, но вы же взрослые люди, должны понимать, что скоро всех вас попрут. Ну, видимо, имеются в виду люди, которые живут в домах в городе, если особняки XVIII века не жалеют. Ну, что поделать? Знаете, люди, которые строят многоквартирники на землях ИЖС, говорят, что и в деревне они тоже перемещаются, уже в Дегтярске, в Сесерте строят. Поэтому нет, в деревне не убежишь. Спасибо за разговор. Мы сегодня спрашивали на нашем сайте, что делать с жильцами незаконных домов. 50%. А нет, вру, уже все поменялось, я не обновил. 54% переселять в общежитие или квартиры, в общем, помогать. 38% выгонять на улицу, это был лидер в начале разговора. И 8% меньшинство оставить жить в их домах. Ну, да, это еще гуманно, потому что явно жители этих домов больше, чем 8% граждан, живущих в Екатеринбурге. Спасибо, что были с нами. Мы еще напоследок спросили людей на улицах, что делать, чтобы в городе не появлялись трущобы. Давайте посмотрим. Разрешение не давать, и все, на строительство. Ну, помогать людям переселяться в более благоустроенные дома. Ну, в смысле, чтобы это была спонсируемая какая-то программа. Ну, законы как-то надо регулировать и сдавать. Вот, чтобы такого не было. Вот и все. Ну, вообще, я так считаю, что землями должны распоряжаться муниципалитеты. И они должны, ну, обеспечивать комфортность всех жителей города. И, соответственно, ну, применять какие-то санкции к тем людям, которые организуют эти трущобы в результате строительств. Ну, кто-то же дает им разрешение на такие постройки. То есть, это вопрос на государственном уровне решается, я думаю. Знаете, мне кажется, у каждого есть выбор. Можно и не покупать там квартиры. А если дом уже построен, а квартиры проданы, то ничего с ними не делать. То есть, ну, не ломать их это в любом случае. А если... Они, во-первых, там никому не мешают. Они обычно находятся в стороне от города. То есть, не в самом центре хотя бы. Сейчас давайте тоже поговорим о вечном, о русском. Примерно о том же... Примерно о такой же мощной эмоции, как стремление к халяве. Евгений Фатеев, большой патриот, рекламист, куратор фестиваля стрит-арт, объясняет, почему многие наши с вами соотечественники боятся, не хотят, стесняются быть русскими. Он нам всё объяснит. А после этого мы поговорим про нерусских, про мигрантов, которые приезжают на Урал и привозят с собой не только свою великую культуру, свой труд здесь оставляют, но ещё и инфекции и болезни.